Ничего себе, КАМАЗик казахский прилег отдохнуть. В Екатеринбурге на перекрестке фронтовых бригад электриков, что на Эльмаше, посредь бела дня приключился максимально неравный и очень сильно разрушительно смертельный бой, в котором погиб гроза и ужас пешеходов, кикшеринговый электросамокат Яндекс.Го. А убил этого Симсима огромный казахстанский КАМАЗ с прицепом, груженный луком. Но не модным луком, а вполне себе годным луком. Годным для еды. То бишь репчатым, но не от слова реп. И обрушилась на Симакат и его ближних горе луковое. Вы спросите, а с какого, мягко говоря, фига, по какой причине, то есть, здоровенная фура рухнула на мелкий кикшеринг? О, друзья, конечно же, неспроста. Тут случилась целая цепь событий. Декорация такая. Началось все с того, что из сопредельного Казахстана в Россию, а конкретно в Ордена Ленина, город трудовой доблести Екатеринбург, который завтра отразднует день города, заехал зеленоголовый КАМАЗ. Фура с прицепом под завязку, груженную луком. В уральской столице луковоз стремился, естественно, на рынок, но сначала ему надо было заехать на весовую. И КАМАЗ скатился по фронтовых бригад от проспекта космонавтов в направлении Шевской. На перекресток с электриков этот лукомаз заехал на зеленый. Но это по словам казахов. По их же версии, со встречного направления на разворот пошел некий подорожник, который заграничных прямоходящих гостей будто бы не пропустил. А тут еще какой-то пешеход якобы нарисовался на дороге. Ну, в общем, дало от себя тяну. Слушаем субъективное мнение мужчин из страны КЗ. А так оно было, или это лукавство, пусть останется на их совести. А вот, разворачивался. Ага. И среди на дороге остановился. А мы сюда чуть-чуть оттолкнули, а потом обратно. Тут бордюр. Впереди пешеход был. Ну, один был в кабине, да ничего, сам за ним пострадал. Нет. Понятно. Тут ноги весы. Много веса в том машине? Нет. В общем, из этого рассказа можно сделать вывод, что для того, чтобы не снести легковушку и пешехода, казахский камазист резко дал вправо, налетел на бордюр, и фура завалилась на правый бок. И тротуар. Теоретически, она могла утащить с собой на боковую и прицеп, но металлическое дышло прицепа лопнуло, и второй вагон с луком остался стоять на лапах. При падении в кабине Камаза никто здоровьем не повредился. Но лук в мешках из фуры, конечно же, слегка подвыпал на траву, и для того, чтобы поднять грузовик обратно, на лапы, пришлось 12 тонн моря лукового, или, как говорил классик, лукоморья, вручную перетаскать в подъехавшую фуру DAF, тоже с казахстанскими номерами. И вот тут мы, друзья, переходим к главному, к единственному погибшему в этом крупномасштабном замесе, кикшеринговому электросамокату Яндекс.Го. Когда Камаз подняли на лапы, выяснилось, что на том участке тротуара, на который он завалился, стоял симокат. И под огромной тушей камазовской фуры он развалился на фрагменты. И это то меньшее из зол, которое мог породить этот замес. Заметьте, дело было посредь бела дня, и на тротуаре в момент лукового падения мог оказаться кто угодно. Пешеход, симокатчик, велосипедист. Но кикшеринг вызвал огонь на себя и пал смертью храбрых. Возможно, его похороны оплатит ОСАГО, если, конечно, она у казахов есть. Продолжение следует...